привет друзья сегодня попробую испечь итальянский хлеб чиабатту а получится у меня это или нет давайте посмотрим рецепт совсем простой и продукты для него понадобятся самые обыкновенные перед вами как раз то что нам понадобится у меня подсолнечное масло обыкновенная дрожжи соль сахар мука и вода итак начинаем готовить беру одну чайную ложку сахара выливаю сюда 350 миллилитров теплой воды и добавлю сюда 15 грамм дрожжей свежих теперь из сахара дрожжи растворяю в теплой воде выливаю сюда две столовые ложки растительного масла у меня обыкновенная подсолнечная ароматная немножко муки чайная ложка соли размешаю все это высыпаю остальную муку я взяла для рецепта 450 грамм муки вот такое тягучие липкое тесто получается на этом этапе я почти к нему не прикасаюсь и и когда тесто замешано я его накрываю пищевой пленкой и оставлю в покое так его на 30 минут вообще тесто для чиабатты не обминают его аккуратно складывают вот по истечении 30 минут возвращаясь к тесту и чтобы с ним было проще работать потому что она очень липкая я смачиваю руки обыкновенной водой и вот таким вот образом с четырех сторон растягиваю тесто и складываю его в середину и вот это действие надо повторить 4 раза с интервалом в 30 минут то есть каждые 30 минут надо будет складывать тесто в течение всего этого времени с каждым разом тесто будет становиться более упругим и эластичным вот это складывание у меня уже второе тесто еще достаточно таки липнет к рукам опять его растягиваю с четырех сторон и складываю опять же к середине на третий раз тесто становится более податливая и послушная я его складываю вот таким вот образом это очень интересно посмотрите она даже отлипает уже от миски и не так липнет к рукам и вот тесто сложила несколько раз теперь накрываю его пищевой пленкой и оставлю еще на 30 минут но а четвертое складывание самое последнее и с каждым разом вам будет делать это все проще и проще посмотрите какие пузыри появляются в тесте это после четвертого раза теперь тесто опять же накрываю пищевой пленкой и в таком виде его нужно оставить на два часа через два часа посмотрите как выглядит тесто оно все покрыто пузырями и хорошо держит форму теперь щедро присыпаю стол мукой очень хорошо отправляю на стол тесто посмотрите она не растекается держит форму заворачиваю его с четырех опять сторон форму и вот такой вот прямоугольник и разделю его на две части срез теста и в одной во второй части надо будет обмакнуть тоже в муку дальше придаю хлебным заготовкам вот такую прямоугольную форму и выкладываю их на противень они еще будут на противне стоять 30 минут под полотенцем а в это время я пока разогрею духовку до 220 градусов по цельсию через 30 минут снимаю полотенце отправляю хлеб в духовку и через очередные 30 минут хлеб готов его конечно же надо остудить но я не дождалась этого момента и решила его разрезать горячим вы слышите как хрустит корочка но внутри мякиш воздушный пористый все так как и надо в настоящей чаобате значит рецепт удался друзья не забывайте подписываться на мой канал и комментировать мои рецепты я желаю всем приятного аппетита ну а с вами как всегда была виктория до скорых встреч